Друзья, мы на Хавской улице. Продолжаем знакомиться с новостройками и домами, попавшими под снос, по реновации. И здесь один дом на Хавской улице. Практически в конце улицы. Здесь около улицы Серпуховской вал, где заканчивается Хавская улица, попал в реновацию. Это дом 26. Это пятиэтажка, построенная в 1955 году, в которой находится в том числе многофункциональный центр Донского района. Вот это здание пятиэтажное, гаражи. И вот это здание. По некоторой информации оно уже не жилое, административное, но тут я как бы не возьмусь точно сказать. Возможно. Но в любом случае то, что оно было жилым изначально, из 1955 года, это тоже можно сказать совершенно точно. И вот этот дом попал под снос. Его будут сносить по реновации. Ну, скорее всего, все-таки МФЦ занимает первый этаж. И, в общем-то, возможно, скорее всего, все-таки остальные этажи жилые. Ну, по крайней мере, с третьего по пятый этаж. Вот так вот скажем. Вот. Ну и совсем рядом с этим домом 26. Вот у нас идет новостройка. Видите, строится дом, который называется композиция 24. Ну, потому что имеет номер 24. Вот это, так сказать, здание новостройка. Вот она перед нами, видите, значит, в зеленой сетке. И она будет представлять это уже коммерческое жилье. Это не по реновации. И она представляет из себя три дома. Вот один, два, три. Восьмиэтажных. Вот. Объединенных, в общем, с телобатом. Ну, и, соответственно, это жилье премиум-класса. И цены здесь будут начинаться примерно от 18 миллионов рублей. Ну, в общем-то, за самую такую небольшую квартиру. Ну, рядом находится метро Тульская. Места достаточно престижные. Ну, и, в общем-то, понятно, почему здесь такие цены. Вот. КА-24 сокращенно. Ну, если расшифровать, то композиция 24. Вот. Здесь когда-то был прием макулатуры, стеклотары, ну, всякого вторсырья еще в советское время. Потом здесь хотели построить магазин Софрина в Русской Православной Церкви. Ну, как-то вроде он так и не открылся. Что-то там стояло в недостроенном здании. Ну, и, в общем, все. А рядом еще с советских времен стоял ломбард. Причем назывался он ломбард-холодильник. Ну, потому что здесь, ну, такое здание было, пятиэтажное тоже, пяти-шестиэтажное, построено, ну, по одним сведениям, в конце 50-х, по другим, в начале 60-х годов. И там хранили шубы. Ну, вообще, всякие меховые вещи, скажем так, да, вот на хранение. Поэтому, ну, чтобы они не портились, да, то в этом ломбарде, соответственно, был холодильник, да, то есть охлаждение этих вещей. Вот, ну, и проработал этот холодильник, в общем-то, достаточно долго, и в 90-е годы работал, ну, и, можно сказать, даже практически до последнего времени, пока это здание свистели. Вот видите, три, как бы, корпуса, которые, вот, будут объединены, в общем, стилобатом. Ну, вот, видите, картиночка. Вот, ну, и там, в последнее время же магазины, конечно, были, то есть, короче говоря, аренда была, не только ломбард, но и аренда всякая. Вот уже. Магазины, сервисы всякие и так далее. То есть, часть помещений сдавалась в аренду, ну, а часть, как бы, под склады там, да, по-разному. Вот, ну, и все, снесли это здание где-то, то ли в 18-м, то ли в 19-м году. Вот, по-моему, нет, в 19-м, по-моему, его снесли, вот здесь здание шестиэтажное. Ну, и, соответственно, вскоре началась вот застройка дома уже в 19-м году. Ну, и мы это видим, что уже к середине 20-го года практически уже этот комплекс подведен под крышу. То есть, уже так в целом внешне построен. Ну, и, соответственно, так предполагают, что заселение должно произойти где-то в 22-м году. Ну, ну, я думаю, что вполне могут начать уже и в 21-м году. Конечно, в этом году уже не достроят, в 20-м, но в 21-м уж наверняка. Поэтому, мне кажется, что справится и до 22-го года, потому что темпы, конечно, довольно-таки высокие. Вот, ну, и, собственно, видите, как получается, как бы, между такое достаточно старое здание, да, вот этот дом. И, соответственно, вот это будет такая новостройка. То есть, какой контраст, да, идет вот это вот старого. Старый постройка, там у Шуковской башни виднеется, метро Шабловская, в принципе, не так далеко. Ну, и здесь вот будет, видите, такой вот новый жилой комплекс построен. Ну, а, соответственно, тот вот дом 26-й его будут сносить по реновации, как я уже говорил. Ну, вот такая ситуация. Здесь вот Ахавская улица, все, остальные дома, хотя там тоже есть дальше и пятиэтажки. Ну, улица, кстати, не очень большая. И за этим домом находится Хавско-Шабловский комплекс, достаточно старыми домами тоже построены. В конце 20-30-х годов, в селе конструктивизма как-то достроили. Но там ни один дом в реновацию не попал. Поэтому единственное, что попало, это только вот это здание под номер 26. Все, такая ситуация на сегодняшний день. А как дальше будет развиваться обстановка, будем, конечно, смотреть. Продолжение следует...